Беларусь – страна с богатыми традициями сельского хозяйства. Опытные станции помогают в комплексном подходе разработать максимально эффективную стратегию использования белорусских земель, обеспечивать продовольственную безопасность и импортозамещение семенного материала и готовой продукции. Республиканское унитарное предприятие «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» – национальная академия наук Беларуси. Одно из ведущих научных и практических сельскохозяйственных учреждений в республике. Расположено в городе Довск Рогачевского района Гомельской области. Своё летоисчисление как научное учреждение опытная станция начинает с 1923 года, когда были проведены первые научные исследования. В 1956 учреждение отделилось от Турской сортоиспытательной станции в самостоятельное предприятие. Около 60 лет назад сельскохозяйственная опытная станция переведена в Довск. Сегодня предприятие занимается производством семян высоких репродукций, районированных и перспективных сортов зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, многолетних злаковых и бобовых трав. Станция занимает лидирующие позиции по производству оздоровленного посадочного материала картофеля, плодовых и ягодных культур. Специалисты станции осуществляют научное сопровождение и внедрение в производство всех новых разработок в отрасли растениеводства. Мы возделываем зерновые культуры, как яровые, так и озимые. К яровым относим, у нас большое внимание идет яшмень, овес, яровая пшеница. В зерновом отделении есть два направления работы. Первое направление – это наушная исследовательская работа, где мы за раз своих лет испытываем новые сорта, являемся разработчиками новых сортов. Некоторые сорта пшеницы, которые, вот, проезерный сорт пшеницы, мы являемся сауторами этих сортов, то есть 50% – это наш сорт, вот, и включаем вместе с городской академией. Также мы ежегодно испытываем все новейшие сорта не только белорусской, также российской селекции, польской селекции. В работе по селекции зерновых, зернобобовых и кормовых культур предприятие активно сотрудничает со специализированными научно-исследовательскими институтами в Санкт-Петербурге, Орле, Брянске. За последние годы с участием Гомельской областной станции районировано 7 сортов. Из них 4 сорта злаковых трав селекции опытной станции и 3 сорта – проса, пайза и суданская трава – совместной селекции с Республиканским научно-практическим центром по земледелию. Наше предприятие занимается научно-исследовательской работой по 8 заданиям государственных научно-технических программ. Три из них – это фундаментальные исследования и 5 задания – агропромкомплекс «Устойчивое развитие». Работаем в тесной координации с Национальной академией наук, которой мы непосредственно подчиняемся, а также с головными институтами страны. Научно-практический центр по земледелию, который находится в Жудино, и научно-исследовательский центр по картофелеводству и плодовощеводству. Также работаем с институтом плодоводства. На предприятии площадь землепользования составляет порядка 3000 гектаров. Из них более 2700 гектаров занимает пашня. На 1000 гектаров высеваются озимые зерновые культуры. 500 гектаров – яровой и озимый рапс, масличная редька. 1000 гектаров – яровые зерновые, зернобобовые, злаковые травы, нетрадиционные и крупяные культуры. Более 100 гектаров занимают посадки картофеля, 70 гектаров – коллекционные и промышленные сады. Мы оснащены полностью. У нас есть 4 посевных эгрегата иностранного производства. У нас есть вся необходимая цепь машин для обработки, для унесения удобрений, тоже иностранного и нашего производства. И есть сельскохозяйственная уборочная техника. Есть сельскохозяйственная техника от сейлки, которая не больше метра сеет, то комбайны, которые ширной жадки тоже метр. Сушильное хозяйство после уборки у нас тоже очень серьезное. Мы за ночь можем высушить до 500 тонн зерна, потому что семена не имеют права лежать больше 3-4 часов на таку. То есть, что за день комбайны убрали, они за ночь должны все быть пересушены, высушены и положены в склады или на очистку. Высокопроизводительные сушильные комплексы и очистительные линии позволяют предприятию своевременно подготовить к реализации сельскохозяйственным предприятиям области порядка 2000 тонн семян – зерновых, зернобобовых и крупяных культур высоких репродукций. Отдел картофелеводства и плодоводства в Меристемной лаборатории ежегодно производит до 120 тысяч штук пробирочных растений оздоровленного материала картофеля, 10 тысяч штук плодово-ягодных культур и клоновых подвоев. Путем черенкования выращиваются пробирочные растения картофеля, затем высаживаются в теплицы и только на второй год клубни выращиваются в полевых условиях. Урожайность, культивируемых предприятием сортов картофеля, превышает 400 и более центнеров с гектара. В лабораторных условиях материал размножается для того, чтобы не заражать его и в стерильных условиях, чтобы вирусная инфекция не накапливалась и бактериальная. Теплица для этого существует тоже, чтобы переносчики вирусов – это тля, цикады, механическим путем можно это передать, жук колорадский. Теплицы все закрыты, с москитными сетками и управление все через компьютер идет, для того, чтобы вот эта инфекция не попала в дальнейшем в первое клубневое поколение. Ежегодно предприятие производит до 15 сортов картофеля. Эта продукция очень востребована сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами республики. Семенной картофель востребован и в странах ближнего и дальнего зарубежья – России, Казахстане. В этом году предприятие заключило договор на поставку семенного материала в республику Узбекистан. На самом высоком уровне на предприятии налажена комплексная система хранения семенного материала. Имеется 4 современных бокса вместимостью 500 тонн картофеля каждый, которые оснащены устройствами автоматического контроля микроклимата. Эти контейнеры с семенами картофеля будут храниться здесь до весны. Потом начнутся отгрузки подготовленных партий. В 2018 году семенного картофеля опытная станция продала зарубежным предприятиям на 200 тысяч долларов. Кроме производства семенного материала, отдел занимается научно-исследовательской работой по двум направлениям картофелеводства с научно-практическим центром Национальной академии наук по картофелеводству и плодо-овощеводству. По плодоводству научно-исследовательская работа проводится при поддержке Института плодоводства. Проводятся исследования по селекционным, семенноводческим и технологическим вопросам. Не менее важное направление деятельности опытной станции – подготовка посадочного материала плодово-ягодных культур для закладки садов. На предприятии заложен коллективный сад, в котором произрастают 76 сортов яблонь, 11 сортов груши, 6 сортов сливы. Плоды любого из этих видов можно попробовать на опытной станции и заказать саженцы для закладки собственного сада. Кроме коллекционного есть и промышленный сад, в котором произрастают яблони, груши, виноград, земляника садовая, малина, смородина черная и красная. Фрукты и овощи, выращенные на предприятии, сегодня на столах всех школ, детских садов, учреждений образования Рогачевского, Жлобинского и других районов области, а также санаториев. Мы находимся на оздоровленном поле. Здесь мы производим посадочный материал клоновых подвоев. Это оздоровленный клоновый подвой класса А, который начинал жизнь с лаборатории. Здесь мы уже отняли от маточных растений подвои с корневой системой, которые будут высаживаться в нулевое поле. Это начало жизни саженца. В питомниках выращивается посадочный материал всех плодово-ягодных культур, а также маточники клоновых подвоев, косточковых и семечковых культур. Предприятие также выращивает многочисленные виды овощей – лук, морковь, чеснок, свеклу. Налажено производство арбузов. Активно опытная станция развивает кормопроизводство. Ежегодно предприятие реализует порядка 100 тонн семян трав. Идет на продажу и побочная продукция кормопроизводства – зеленая масса и сенаж. Радом линия по очистке именно зерновой культуры, зерновых и бобовых культур. Это линия испанского производства. Производительность ее 40 тонн за смену. Это выходит за 8 часов рабочего дня. Современная линия по приемке, сушке и заготовке злаковых трав, зернобобовых культур была закуплена предприятием в 2014 году. Пропускная способность линии – от 500 килограммов до одной тонны материала за час. Показатели производственно-финансовой деятельности лаборатории кормовых культур, лаборатории плодоводства и отдела селекции, семеноводства и технологии производства зерновых, зернобобовых и кормовых культур доказывают эффективную работу на предприятии. Рентабельность продаж за 9 месяцев 2018 года превысила 12%. Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция – сегодня крупное предприятие, которое имеет также важное социально-экономическое значение. Станция обеспечивает рабочими местами 100 человек. Исследованиями и разработками занимаются 15 научных сотрудников. Достижения исследователей предприятия известны не только в Беларуси, но и за пределами республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова